На фоне все более сенсационных разоблачений крупномасштабной коррупции в России и полного поражения на этом же фронте украинских властей, весьма интересным выглядит опыт наших белорусских соседей, которые оказались слишком умными для того, чтобы сначала разводить коррупционеров как тараканов, а затем громогласно и героически с ними бороться. Пока украинский президент принародно объявляет, что в борьбе с коррупцией его главным противником является государственный аппарат, а в России чуть ли не каждый день всплывают новые коррупционные дела на многие миллиарды рублей и долларов, в еще одной стране постсоветского пространства дела идут своим чередом. Речь, разумеется, о Белоруссии, республике, которая никогда не стремилась к грандиозным победам на фронтах демократии, строительства базарного капитализма и тотальной прихватизации. Рассудительные белорусы не поддались в свое время всеобщему помешательству на почве рыночной спекуляции, не растранжирили за бесценок свои производственные фонды и сохранили таким образом основу для физического выживания собственного населения. То есть то, чего практически лишилась на сегодняшний день Украина и порядком подрастеряла даже сфербогатая Россия. Средняя зарплата в Белоруссии худо-бедно доведена до 500 долларов, и удивляться здесь нечему. Вот только последний пример. Казахстан отказался от американских и европейских комбайнов в пользу белорусских. Это только на Украине думают, что можно безбедно жить, ничего не производя и угробляя на корню собственные заводы и фабрики. Белорусы на эту «разлюли малину» не повелись. Президент этой страны делает лишь то, что должен делать президент. Стоит на страже приоритета интересов государства и общества над интересами отдельных граждан, которые, что в Украине, что в Белоруссии, практически одинаковые, и будет у них такая возможность, давно бы порвали ту же Белоруссию на мелкие клочки, как нынче рвут Украину. Власть создает комфортные условия для иностранных инвесторов с одним лишь непременным условием – уплата налогов и выполнение социальных гарантий. Инвесторы, которым уже порядком осточертел полный беспредел в других постсоветских державах, согласны на эти жесткие правила игры именно потому, что знают, власть Белоруссии свое слово держит. И никаких попыток порешать вопросы в карман отдельным чиновникам она здесь не допустит. Я хочу, чтобы вы четко осознавали, любые попытки бизнесменов воздействовать на органы государственной власти с целью создать крышу для своей хорошей жизни будут оборачиваться крахом для подобных инициатив и структур. Для вашей работы нормой должно стать не лоббирование интересов отдельных фирм и компаний, а масштабная разносторонняя конструктивная деятельность. Участие в социальных программах должно быть нормой жизни для предпринимателей. Тогда люди будут вас уважать и не придется рассуждать о негативном имидже бизнесменов. А вот чем может обернуться невыполнение этих президентских рекомендаций. В июне прошлого года замглавы Могилевского городсполкома получил три года с конфискацией имущества за то, что руководитель одной из строительных организаций города без заключения договора предоставлял ему спецтехнику и рабочих для строительства дома этого чиновника. То есть налоги от этой услуги в казну не попали, а работники получали зарплату в конвертах. Коррупционная составляющая налицо. Оба получили по заслугам. Бывшему чиновнику суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанное с организационно-распорядительными обязанностями. Аналогичный приговор был вынесен и директору строительной организации, но со срочкой приговора на два года. И в ближайшее время будет решен вопрос о подстранении его от занимаемой должности. А всего-то два уважаемых человека договорились о взаимной услуге. В Одессе это сплошь и рядом. И никаких тебе коррупционных дел. Но в Белоруссии не только сажают, кого следует, но и выдвигают, кого нужно. К примеру, посетил глава государства один из районов, увидел, что в здешнем хозяйстве дела идут в гору, и назначил местного руководителя главой Минсельхоза республики. А что, не какой-то там эффективный менеджер, умеющий только протирать штаны в кабинете, а знающий в своем деле толк – тракторист, бригадир, агротехнолог? Будет ли такой человек разменивать свой профессионализм и успешную государственную карьеру на банальное воровство? Маловероятно. Особенно в сравнении с тем, кто ничего, кроме как воровать, не умеет. Большую роль играет как раз создание условий для того, чтобы не было даже желания дать или получить взятку. К примеру, в Белоруссии давно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности, что автоматически ставит крест на необходимости договариваться с чиновниками. Налог на прибыль сокращен с 24 до 18 процентов. И это в условиях кризиса. А это – выход бизнесменов из тени. Плановая экономика, кто бы как к ней не относился, дает свои плоды. Да, есть и тут проблемы. К примеру, нефтегазовая отрасль той же России готова платить белорусским специалистам больше, чем они получают на строительстве в самой Белоруссии. Но власти страны готовы заменять тех, кто решил отправиться на заработки. Для этого создана целая система. Предприятие делает заказ на рабочих, ПТУ приглашает их на обучение, учит и гарантированно трудоустраивает в Белоруссии, что не приводит к совсем уже острой нехватке специалистов. Всего же в Белоруссии, по данным на 2012 год, было зафиксировано почти 3000 экономических преступлений, из которых 1000 коррупционные. На сумму примерно в миллиард долларов. Разумеется, это тоже не мелочь. Но главный факт заключается в том, что степень раскрываемости таких дел на порядок выше, чем в России и тем более в Украине. А ведь еще Глеб Жеглов говорил, что эффективность правоохранительных органов определяется не наличием преступников, а умением государства их обезвреживать. Причем раскрываемость и нежелание участвовать в коррупционных схемах жестко взаимосвязаны. Ведь попустительство в этой сфере автоматически ведет к росту популярности таких преступлений. Белорусские чиновники от мала до велика участвуют в выполнении пятилетних планов развития экономики, а невыполнение поставленных задач неизбежно вызывает вопрос, а не повлиял ли каким-то образом чиновник на экономическую эффективность того или иного предприятия. А где возникают вопросы, там неизбежны проверки, нервотрепка и прочие нехорошие последствия. Вот некоторые из примеров. За взятку в 8 тысяч долларов от российского бизнесмена генеральный директор Мозырь Соли может получить 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Еще более крупный пример – задержание с поличным первого зампреда Мингородсполкома за взятку в 500 тысяч долларов от инвестора, на этот раз европейского. Таким образом, власти Белоруссии, пусть и не без огрехов, а не ошибается, как известно лишь тот, кто ничего не делает, ведут борьбу с этим государственным спидом. Чего не скажешь об Украине, в которой, согласно заявлению президента страны, коррупция госаппарата ежегодно обходится почти в 3 миллиарда долларов и давно уже поразила все социальные слои и даже стала образом жизни. В Белоруссии уже на границе висят плакаты и на мониторах компьютеров светится объявление об ответственности за дачу взятки. Причем попытка иностранца дать взятку белорусскому чиновнику карается для дающего штрафом ее превышающим с дальнейшей депортации в обратную сторону от границы. А ведь, как известно, в некоторых соседних с Белоруссией странах таможня – одна из самых коррумпированных государственных служб. Еще одна статья, галлопирующая коррупцию на Украине – это, разумеется, сфера строительства. Бешеные цены на жилье в нашей республике – прямое следствие коррупционных откатов. В Белоруссии для того, чтобы искоренить коррупцию в сфере приватизации, было решено вернуться к советской схеме, когда люди просто арендовали жилье у государства и, кстати, за весьма невысокую цену. В месяц государство взимает за аренду однокомнатной квартиры 100 долларов. Сколько это может стоить участников? Достаточно посмотреть на объявления даже в Одессе. А между тем, украинское государство тоже могло бы построить хотя бы два-три многоквартирных дома с той же арендной платой в 100 долларов. Автор готов дать руку на отсечение. Отбоя от желающих не было бы. И такой проект окупился бы примерно за пять лет. Но в украинских реалиях это просто смешно. Зачем такие сложности, если проще дать на лапу нужному человеку в горы в полкоме и залудить очередной коммерческий небоскреб прямо в центре черемушек. А еще лучше через ту же лапу даже не залудить, а просто дать объявление о грядущем элитном жилье, собрать по-тихому денежки с одураченных одесских буратин и быстренько смыться куда-нибудь под пальмы с баобабами. И в итоге все довольны. И сыну для того самого чиновника, вышивающий по Одессе на новеньком Бентли, и сам взяткодатель в своем флоридском пентхаусе. Правда, есть недовольные граждане, которые по простоте душевной отдали пройдохам свои денежки. И таких недовольных только в одной Одессе многие тысячи. И это не считая еще пациентов, кредитных союзов и прочих подобных воровских схем. Но кто же будет париться проблемами этих мелких людишек? У нас ведь не Белоруссия, где за такие фокусы однозначно светит небо в клеточку и казенный харч. У нас либеральная демократия, которая хороша всем, кроме одного. Рано или поздно это несуразная конструкция, построенная на всеобщем обмане и беспробудном воровстве обязательно взрывается и разносит на куски то государство, которое не озаботилось вставить в эту коррупционную бомбу хоть какой-то предохранитель. Вадим Сечин, аналитическая программа «Бэкграунд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова